МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы обсудить приоритеты в развитии школьной и дошкольной системы образования. Воды будет меньше или это поправимо? Обмеление руслаки не может продолжаться бесконечно, считают ученые. Дорога к роднику или к домику? Дачники просят помочь починить разбитую дорогу рядом с их товариществом возле поселка Романцево. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Стало известно, что Центральная избирательная комиссия России удовлетворила жалобу партии зеленых и вернула региональное отделение в предвыборную гонку за места депутатов облдумы. Напомним, что ранее Рязанский избирком отказал в регистрации кандидатам от зеленых в регистрации из-за признания части представленных партии подписей избирателей недействительными. И вот теперь в течение трех дней работники областного избиркома должны вновь рассмотреть списки и зарегистрировать список партии. А вот из стана регионального отделения партии Родина приходят дурные вести. Рязанский областной суд удовлетворил заявление партии Справедливая Россия и постановил снять партию Родина с выборов в облдуму. Сообщается, что основанием для заявления Справедлива Россов послужили нарушения в документах Родины, поданных в облизбирком. В прессе уже появилась информация, что активисты Родины намерены обжаловать сегодняшнее решение областного суда. А пока идут предвыборные баталии, в Рязани начался двухдневный областной педагогический форум «Образование, политика, методология и практика». Перед началом учебного года работники системы школьного и дошкольного образования не только подвели итоги, но и определили приоритеты в своей работе на будущее. Обсуждали перспективы развития системы образования в здании Горьковской библиотеки. В преддверии нового учебного года в Рязани состоялся открытый областной педагогический форум, на котором были подведены итоги прошлого года и определены основные направления развития системы образования на ближайшее время. В регионе сегодня строятся новые школы. Мы надеемся, что в этом году будет построена школа в Кадаме. Есть полная уверенность, есть средства для этого. И мы надеемся, что мы сумеем открыть новую школу в городе Ряжске. Также работа продолжается. Сейчас проводится капитальный ремонт школьных зданий. И планируется самое главное, что мы войдем в федеральную программу модернизации школ. И в соответствии с ней за пять лет в регионе нужно будет построить не менее десяти новых школ, в том числе две из них в городе Рязани. В последнее время, по словам вице-губернатора Сергея Филимонова, в системе образования региона велась активная работа по созданию современных материально-технических, финансовых и кадровых условий для повышения качества образовательного процесса. Много усилий было направлено на совершенствование базы для занятий школьников физкультурой и спортом. Была проведена большая работа по оснащению современным учебным оборудованием школ области. Очень отрадно, что сегодня обновляются школьные спортзалы. Эта работа проводится системно. Таким образом дети получают возможность активно заниматься физкультурой и укреплять свое здоровье. Система воспитательного процесса в образовательных учреждениях региона также заметно преобразилась. Можно констатировать, что сегодня самое серьезное внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. Все заметили, как изменилось в последнее время отношение молодежи к истории нашей Родины. С каким интересом стали относиться дети, подростки к изучению событий, связанных с Великой Отечественной войной. Достаточно вспомнить парад победителей, который состоялся 9 мая этого года. А если быть более точным, то это не только шествие с портретами, но и целая системная работа. Вопрос повышения зарплаты преподавателям сейчас стоит во главе стола. В соответствии с майскими указами президента России, работникам бюджетной сферы региона, в том числе учителям, в Рязанской области регулярно повышается и своевременно выплачивается заработная плата. Эта работа, по утверждению вице-губернатора, будет продолжаться и в дальнейшем. Кроме того, Сергей Филимонов отметил, что сегодня обществу нужны конкурентоспособные, всесторонне развитые выпускники. В школах, средних и высших учебных заведениях необходимо усилить профориентационную работу, готовить будущих специалистов по специальностям, наиболее востребованным в экономике и социальной сфере региона. Следующий видеоматериал снят по заявкам телезрителей. В нашу редакцию обратились дачники из кооператива возле поселка Романцево на 216-м километре Пронской дороги. Как объясняют садоводы, подвигла их к такому обращению разбитая дорога, которая ведет к их товариществу. Наша съемочная группа сегодня побывала на месте и посмотрела, насколько плохи условия проезда рязанских дачников к их участкам. Родник около села Романцево в Рязанском районе известен жителям города и области своей уникальной водой, которую по результатам исследований не раз признавали самой чистой среди всех рязанских родников. Именно поэтому у источника всегда есть очередь из желающих набрать питьевой воды домой. Вода очень нам нравится, приезжаем часто. Да здесь вообще машин порой по 20-25 машин. Местные дачники говорят, что каждый день сюда приезжают десятки автомобилей. И такой ежедневный поток повлиял на подъезд не только к роднику, но и соседнему дачному кооперативу. В итоге сейчас эту кулею лишь натяжкой можно назвать дорогой. Здесь трудно проехать на машине даже в сухую погоду. А во время дождя можно и вовсе забуксовать и застрять. Во времени погоды она превращается в сплошное месико. И мы добраться не можем до своих дач вообще. То есть мы приезжаем, оставляем здесь машины, у кого они есть, а кто пешком. И то не можем даже пешком добраться до своих дач. То есть мы вот дача у нас уже 27 лет, с 89-го года, с 88-го. И вот эта вот проблема, она стоит на поездке дня постоянно. Вот свою дорогу мы отсыпали, которая вот там дальше идет к нашему дачному кооперативу. А вот уже здесь мы бьемся очень-очень. И в этом году мы решили вот как бы активно взяться. Мы даже не просим асфальта. Просто, чтобы была какая-нибудь твердая поверхность. Чтобы можно было подъехать спокойно на свой участок. Пусть это будет щебенка. Пускай щебенка, какие-то ломают дома кирпичные в центре города. Пускай вот насыпят нам вот такую вот поверхность, засыпят, разровняют и все. Чтобы была твердая поверхность. В общем, если перефразировать слова классика, то к этому роднику не зарастает народная тропа. Правда, пешеходная. На машине здесь проехать уже сейчас трудно. А в скором будущем будет и вовсе невозможно. Если, конечно, коллективные жалобы не окажутся эффективными. Последние пару лет тревогу у жителей области вызывает крайне низкий уровень воды в главной реке Рязанщине, Аке. Последние сезоны выдаются крайне скудными на половодье. Воды не прибавляется и по ходу летнего сезона. Впрочем, рязанские ученые советуют не паниковать. И призывают подождать обильных с точки зрения таяния снегов сезонов. Жители областного центра стали замечать, что весеннее половодье в последние годы перестало соответствовать своему названию. Да и специалисты фиксируют весьма низкий уровень воды в главной реке региона Аке. Весной на некоторых участках водной артерии уже не могут пройти большие суда. Перестало даже затапливать пойменные луга вблизи Рязани. И дорогу к известным страдающим от разливов поселкам Заокскому и Коростову. Вывод, который сразу же напрашивается у обывателей один. Главная речная артерия региона мелеет. Рязанец такой человек, что чуть что, сразу у него опасность. То глобальное потепление климата, то похолодание, то обмеление Аки. Перед нами нормальный природный процесс. Бывают годы большего количества осадков, бывают годы меньшего. Дело в том, что центральная полоса России расположена в тех условиях, где главный объем воды в реке поставляет снег. Снег выпадает зимой, затем в течение весны тает и запитывает грунты. В грунтах талые воды содержатся довольно долго и постепенно, постепенно в течение года сбрасываются в реку. В том числе и летом. Летние дожди особенно уровня воды не добавляют. Как считают рязанские ученые и географы, опасность обмеления Аки, да и других рек региона весьма преувеличена. А причина понижения уровня воды имеет исключительно естественные причины. И к тому же это циклический процесс. Этот режим не вечен. Он обязательно прекратится. И я думаю, на следующий год нас ждет нормальное половодье на реке Аки и ее притоках. Но раз не было половодья, значит, прежде всего, не было того объема снега, который Тая отдал бы воду в реке. Специалисты считают, что несмотря на цикличность и естественность процесса, людям все-таки стоит заботиться о руслах рек. Ведь река в своем течении вместе с водой несет большие объемы ила и песка. Эти массы оседают в узких местах и создаются, выражаясь автомобильным языком, пробки для судоходства. Ну а поскольку небольшие массы снега весной приводят к засушливой погоде, то важнейшим советом станет лишний раз не разводить костры на месте отдыха. Хотя в сложившуюся сейчас погоду такой совет, наверное, уже не особенно актуален. А вот реке Жизни, известной в регионе донорской акции, обмеление берегов точно не грозит. Накануне завершилась очередная акция сдачи крови для людей, попавших в беду. На оборудованные пункты пришли десятки горожан. В Рязани в очередной раз прошла донорская акция «Река Жизни». Все желающие, чье здоровье позволяет, могли прийти на станцию переливания крови и сделать доброе дело. Сотрудники МЧС, как правило, одними из первых приходят на помощь людям, попавшим в экстренную ситуацию. И в этот раз рязанские спасатели приняли участие в добровольческой акции. Пример подчиненным подал начальник регионального управления Сергей Филимонов, который также сдал кровь вместе со своими коллегами. Участие в акции приняли 25 сотрудников управления. Эта цифра в год четвертьвекового юбилея ведомства стала символичной. Да и само мероприятие прошло под эгидой проекта «25 добрых дел», объявленного главой МЧС Российской Федерации Владимиром Пучковым. Акция безвозмездного донорства крови «Река жизни» прошла в областном центре в 68-й раз. Отличились и рязанские полицейские. В Клепиковском районе стражи порядка спасли семью от пожара во время патрулирования улиц. Благодаря самоотверженным действиям правоохранителей пламени не удалось распространиться по деревне Колесниково. Далее рассказывает Наталья Новикова. Клепиковские полицейские спасли семью от пожара. Сотрудники полиции отдела МВД России по Клепиковскому району заметили дым патрулирования улицы. Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских удалось вовремя локализовать пожар. Днем делали. Картошечку запекали на мангалах, на фритюрнице. Но через семь часов пожар действительно, эти все гнилушечки загорелись очень сильно. Я не знаю, как все это произошло, конечно. Но спасибо доблестной полиции нашей, сотрудникам ДПС и именно участковому, которые приняли активное участие в пожаротушении. Ночью 18 августа во времени синей службы, проезжая мимо одного из домов деревни Колесниково, полицейские увидели пламя. В этот день там дежурил экипаж в составе старшего участкового, полномочного полиции МВД России по Клепиковскому району, майора полиции Алексея Кручинина. Начальника службы тыла МВД России по Клепиковскому району, майора внутренней службы Виталия Шерстюка и инспектора дорожно-патрульной службы, старшего лейтенанта полиции Эдуарда Суботина. Примерно около трех часов утра я увидел зарево в этом районе. После чего подъехали сюда, увидели, что сзади дома происходит, горит что-то. После чего мы подошли к этому зданию, увидели, что там никого нету, стоит техника, вот стали, Эдуард стал будить людей. Мы с Виталией Анатольевичем прошли на участвование, увидели, что горит там, ну, квадрат в пять, наверное, чего-то. Там огонь был уже метров пять-шесть высотой. После чего стали предпринимать попытки тушить его. Вот. Эдуард будил уже непосредственно хозяев дома. Совместными усилиями удалось предотвратить бедствие, которое могло причинить окружающим серьезный вред. Рядом с загоревшимся сараем стоял дом, в котором проживала семья из пяти человек, среди которых оказались две малышки. Поэтому совершенно понятно, какие драматические последствия ожидали семью, если бы полицейские вовремя не приняли меры. Десять минут оперативных действий стражей порядка спасли человеческие жизни. А теперь о спортивных событиях. Вчера вечером на стадионе спорткомплекса «Золотые купола» завершились соревнования по футболу среди детей. Этот турнир носит название «Кубок автоимпорта». Детский футбольный турнир «Кубок автоимпорта» уже стал традиционным, ведь он прошел в шестой раз подряд. В нынешнем розыгрыше приняли участие команды из Рязани и Подмосковья. Уже шестой год группа компании «Автоимпорт» поддерживает детский футбольный турнир. Началось все с локального состязания. Теперь выросло до межобластных масштабов. Все больше и больше команд с каждым годом играет. И постепенно с названием просто детский футбольный турнир все это стало называться «Кубком автоимпорта». Мы с удовольствием поддерживаем детский футбол. В финале «Кубка» сошлись давние соперники. Юные футболисты-чемпионы Московской области прошлого сезона команда «Ивантеевки» и прошлогодний обладатель «Кубка Московской области» ребята из Дмитрова. Борьба на газоне спорткомплекса «Золотых куполов» получилась весьма упорной. Основное время не выявило победителя. А по пенальти со счетом 6-5 «Кубок автоимпорта» завоевали «Дмитровские футболисты». На турнире, кстати, были и четыре рязанские команды. Две от «Золотых куполов», одна от спортшколы «Олимпийц» и еще одна победитель турнира «Кожаный мяч» из Александра Дневского района области. К сожалению, рязанские футболисты не смогли оказать достойного сопротивления сверстникам из Подмосковья и по итогам розыгрыша остались вне призовых мест. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Ну а далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет директор Рязанского музея путешественников Александр Капитанов. И речь в беседе пойдет о прошедшей годовщине создания Русского географического общества, а также о проектах музейных работников. А с новостями на сегодня это все. И до встречи в эфире. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова